В Турции либо же переселиться в места, которые были не развиты, в которых не была развита инфраструктура, для того, чтобы впоследствии заниматься, так сказать, оккультивацией данных мест. И, собственно, греки стали населением поселочка Красная Поляна, который до 1974 года назывался Гбаады. Вот, что в переводе означает Горная Поляна. Почему же все-таки Красная? Потому что, когда греки пришли сюда, в это место, а пришли они сюда именно осенью, в середине осени, в это время у нас практически все склоны приобретают такой багряно-красный оттенок, вот прям полностью багряно-красный цвет из-за изобилия папоротника. Заморозки здесь бьют очень рано, и лесба в это время, как правило, зеленая. После заморозка тоже становится багряно-красного цвета. Вот считается, что из-за изобилия этого цвета греки и назвали Поляну Красной Поляной. Вот есть еще несколько версий этого, но о них немного попозже. Так вот, они и стали первыми переселенцами, которые поселились в поселочке. Ну, а спустя примерно 5-6 лет в эту же долину к нам пришли эстонцы, община эстонских семей. Дело в том, что в Эстонии в тогдашнее время было в быту, было в быту обычай, по которому все имущество после смерти родителей переходило в наследство старшему сыну. А остальные сыновья у нас оставались как бы ни с чем. И вот община таких вот ничего не имеющих семей, беря во внимание тот факт, что у нас уже было в то время отменено крепостное право, люди могли свободно перемещаться, двинулись на территорию России в поисках лучшей жизни. Какая-то часть из них осела в Поволжье, какая-то часть на Кубани, большая часть, значит, не смогла прижиться ни с кубанскими казаками, ни с горцами. Вот, и когда они пришли сюда, то, встретившись непосредственно с греками, нашли в них что-то родственное. Ну, то есть и те переселенцы, и эти переселенцы, они подружились и, поднявшись немного выше, обнаружили поляну в центре которой у нас стоял огромный дуб. Вот, дуб, как известно, является таким своеобразным символом, символом добра, символом достатка в эстонцах, и вокруг вот этого дуба они, собственно, и построили свое первое поселение. Из-за изобилия плодоносных деревьев, которые произрастали в долине, где они обосновались, назвали это поселение Эстонский сад. Отсюда, собственно, и название Эстосадок. Вот, мы сейчас с вами подъезжаем уже практически, в Газпромовске, это у нас территория, к развлекательному центру Галактика. Выйдем, проведем здесь экскурсионные мероприятия, и после этого я продолжу вам рассказывать непосредственно историю долины реки Мзинта, именно Красной Поляны, и уже мы остановимся отдельно на истории поселочка Розык-Хутер. Продолжение следует...